не подписан на канал подпишись поставь лайк напиши комментарий и по возможности поделись этим видео в своих соц сетях буду от души благодарен тайная директива адмирала кузнецова и битва за антарктиду автор статьи александр лаврентьев 28 июня 1945 года в руки наркома госбезопасности всеволода меркулова попало донесение из германии сотрудников смерша в нем говорилось что 11 июня берлинском штабе в мф германии были обнаружены секретные морские карты отпечатанные в концентрационном лагере дахау что говорило о сверхсекретности документов в этом лагере частенько изготавливались сверхсекретные документы а заключенные имевшие доступ к ним уничтожались карты попавшие в руки меркулова предназначались исключительно для капитанов подводных лодок а-класса из личного конвоя гитлера которые по планам нацистов должны были сопроводить его подлодку на антарктическую подленную военно-морскую базу нацистов номер 211 агарту на картах были указаны координаты прохождения коридоров подо льдами антарктиды с учетом времен года смены течений приливов этот доклад смерша имел далеко идущие последствия уже в начале июля было решено послать к берегам антарктиды конвой военно-морского флота ссср после окончания второй мировой войны осенью 1945 года берегам ледяного континента соответствии с секретной директивой наркома в мфсср адмирала николая кузнецова были отправлены три подводные лодки которые должны были проверить наличие в антарктиде базы нацистов и оценить степень опасности во время подготовки экспедиции в руки советской разведки попал еще один любопытный документ его нашли в городке пирне под дрезденом он принадлежал разыскиваемым на тот момент полковнику вермахта вильгельму вольфу и представлял собой черновики приказов гитлера среди которых внимание разведчиков привлекла инструкция по подбору кандидатов для отправки в антарктиду разумеется для советской разведки не было новостью довоенная экспедиция нацистов в антарктиду поэтому целью миссии подлодок могло быть не только обнаружение базы гитлеровцев но и ликвидация сбежавших военных преступников увы но результаты экспедиции остались засекречены широкой общественности до сих пор неизвестны судить от них можно лишь косвенно можно ли было после войны осуществить подобный переход можно советская подлодка типа щука построена еще до войны могла в надводном положении пройти до 13 тысяч километров автономный режим плавания составлял 47 суток однако ей пришлось бы заходить в порты иностранных государств ведь расстояние от владивостока до антарктиды около 12 тысяч километров куда могли зайти подлодки сср австралию можно исключить ровно как и острова техокеанского региона все это было под контролем сша у которых везде были свои авиа и морские базы остается южная америка еще один факт 1947 году адмирал кузнецов попал в опалу а потом вместе с несколькими офицерами флота и под суд офицерам менялась измена родине а конкретно передача британии сша неких секретных карт благодаря военным заслугам кузнецов отделался тем что его понизили в звании до контр-адмирала и назначили заместителем главнокомандующего войсками дальнего востока по военно-морским силам но так повезло не всем другие офицеры были признаны виновными и получили различные сроки заключения что за документы были переданы теперь уже бывшим союзникам быть может речь шла именно о картах напечатанных дахау напрашивается предположение что где-то у берегов антарктиды советские моряки встретились с военными сша и британии возможно были вынуждены объединить силы борьбе против нацистских субмарин быть может в силу обстоятельств поломок суровых погодных условий или повреждения судов в бою советские моряки были вынуждены довериться союзникам взамен на помощь передать им копии карта дахау надеяться на добропорядочность партнеров на то что те поделятся добытой информацией не поделились информация о базе 211 так и не была добыта а карты утекли за рубеж и это разозлило советское руководство не выполнившие приказ офицеры пошли под суд но на этом дело не закончилось продолжение истории в 1996 году придал огласке писатель-марианист аркадий заттец в книге судостроения в ссср он посчитал что на этом антарктическая миссия не закончилась в 1947 году ее продолжили три эскадренных миноносца проекта 45 бис высокий важный и внушительный эти эсминцы были построены на судоверфи тихоокеанск флота в комсомольске на амуре с использованием тех документаций фубуки по которой милитаристская япония строила суда для использования в суровых условиях арктики именно эти три эсминца выполняли разведывательные операции советского союза редко появлялись в родных портах и вполне могли использоваться в экспедициях в антарктиду в декабре 45 года новенькие корабли побывали в гостях китайских портах циндау чифу в 1946 году они вернулись на завод и были переоборудованы корпуса были усилены переделаны кили на палубе были демонтированы носовые башни и вместо них установлены ангары для гидросамолетов и катапульта эсминец высокий был переоборудован для использования трофейных ракет к р-1 вскоре после модернизации эсминцы засветились на другом конце света на огненной земле на аргентинской военно-морской базе рио гранде от которой до берегов антарктиды чуть больше тысяч километров о том что таинственная троица существовала говорит автор журнала история в мф н.г. барсов но что делали эсминцы у берегов антарктиды многие исследователи считают что нацистов а позже американцев и советы в антарктиде интересовали прежде всего залежи урана и после войны между бывшими союзниками развернулась настоящая битва за континент может ли такое быть в 1939 году а возможно даже раньше немецкие ученые открыли деление урана но вопреки предположением историков альтернативщиков уран у немцев был они использовали залежи в судетской области чехословакии что впрочем не исключает их интереса к более богатым месторождениям был уран и у американцев по данным британской исследовательницы сьюзан уильямс союзнички добывали его в конго а вот ссср после войны испытывал урановый голод уран был нужен позарез чтобы предотвратить новую войну этот раз с англосаксами задачи сша разумеется были противоположными ни в коем случае не дать советам раздобыть уран так может быть сразу после второй мировой войны у антарктиды развернулось новое сражение на этот раз за уран напомним именно в 46 47 годах сша провели внушительную операцию высокий прыжок который участвовал 13 военных кораблей и больше четырех тысяч человек известно что домой американцы вернулись с потерями три члена экспедиции погибли а их тела никогда не были возвращены на родину были потери в технике сша потеряли один из самолетов позже возникла конспирологическая версия дескать во всем виноваты то ли нацисты напавшие на флот сша с помощью неизвестных доселе летательных аппаратов в виде тарелочек то ли инопланетяне американцы всегда были мастерами по сокрытию информации но скорее всего все было проще и в южных широтах между сша и ссср разыгралась битва за антарктиду который был сбит один из американских самолетов скорее всего карты дахау указывали путь к предполагаемому месторождению урана и кто-то из офицеров адмирала кузнецова случайно допустил утечку информации сша узнали об антарктическому уране и попытались во что бы то ни стало защитить его месторождение как бы то ни было но если до второй мировой войны на антарктиду открытую русскими моряками лазаревым и белинсгаузеном претендовало множество государств первую очередь британия то после войны по предложению ссср континент был объявлен нейтральной территории после того как это предложение было поддержано францией и аргентиной сша осталось лишь сделать хорошую мину при плохой игре и согласиться с ним в антарктиде была запрещена добыча каких бы то ни было полезных ископаемых а также организация любых военных баз и хранение оружия советский союз обошелся без антарктического урана с помощью особой аэросъемки которой была подвергнута вся страна были найдены залежи урана в средней азии ленинградской области в эстонии саксонии гдр и под норильском и уже в конце 46 года было добыто 125 тысяч тонн руды и 50 тонн солей урана антарктического урана